Приветствую вас, и я полагаю, что для начала надо определиться с тем, что вообще для вас является вдохновением и музой. Что это такое для вас? Если вы хотите мужчину вдохновлять на какие-то поступки, на какие-то свершения, то, понимаете, нужно, чтобы мужчина чувствовал себя с вами таковым. А для этого нужно хорошо чувствовать человека, принимать его, значит, принимать его целиком и полностью, да, безусловно, не преследуя, например, цели его поменять, переделать, изменить. Чтобы мужчина чувствовал себя с вами свободно, чтобы мужчина чувствовал, что вы ему импонируете, что вы можете раскрыть его, что вы отвечаете ему лаской, например. Что вы можете дать ему то, в чём он нуждается, то, что он хочет, именно как мужчина, да. То есть, любой мужчина, он хочет чувствовать себя мужчиной и, причём именно таким мужчиной, именно таким мужчиной, как ему хочет он себя видеть. Заметьте, это очень важно. То есть, не таким мужчиной, каким вы хотите видеть мужчину, а именно таким, каким хочет он сам себя видеть. Вот. Для того, чтобы принять чувства другого человека, нужно, чтобы вы сначала приняли свои чувства. Если вы примете свои чувства, то вам будет очень легко принять другого. Но проблема заключается в том, что ваш вопрос, вот в силу просто его наличия, позволяет говорить о том, что вы пытаетесь через мужчин восполнить то, чего не хватает, возможно, вам. То есть, грубо говоря, через мужчину вы хотите почувствовать себя значимой, почувствовать себя важной, например. Понимаете? А у этого есть причины. Почему вы хотите почувствовать себя такой, таковой? А что мешает вам чувствовать себя таковой без мужчин? Потому что ведь по факту вы стимулируете себя и мужчину на созависимые отношения. Таким образом. А это не является чем-то, что принесет радость и ему, и вам. Поэтому сперва необходимо разобраться с вашей гармонией самой с собой. После этого необходимо вам опыскать, какая вы женщина. То есть, увидеть, прочувствовать и реализовать свою модель женского поведения, что очень важно. И вот уже после этого вы сможете вдохновлять тех мужчин, которым придется получать ваш образ и ваша модель женского поведения. Но еще раз повторю, нужно четко понимать, для чего вы этого хотите. Почему вы этого хотите. Ибо есть основания, видимо, вам хотеть этого. И пока вы этого хотите именно от мужчин. Понимаете? Ну, например, для того, чтобы отношения построить. Или, может быть, для того, чтобы просто почувствовать себя значимым. Короче говоря, пока вы заинтересованы сами в этом, именно заинтересованы. Пока у вас не получается это само собой. Вы будете чересчур мотивированы быть для мужчины вдохновительницей и мужей. Поэтому все те желания, которые вы хотите реализовать, вам необходимо реализовать самой. А дальше вы станете более свободны и естественны, что и позволит вам иметь успех у мужчин. И именно успех у мужчин. Понимаете? Именно успех. Не какой-то свой интерес, реализуемый через мужчин. А именно естественный результат того, что вы делаете. Отсюда, конечно, возникает такой момент. Вы говорите, в чем? То есть, как стать вдохновительницей для мужчин и мужей. Да? В чем? Ответ на этот вопрос дадут ваши индивидуальные особенности. Если вы человек творческий, мыслящий образами, это одно. Но если вы человек более такой материальный, материалистичный, это другое немного. Понимаете? Какая история. Поэтому здесь необходимо раскрыть именно свои собственные индивидуальные особенности, которые позволят вам понять, чем вы можете вдохновлять мужчин. То есть, раскрыть свои уникальные, значит, черты. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Я буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!